Продолжение следует... 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 Оно как-то всё проходит так, что рождаются живые существа, которые вносят в материальный мир много жестокости, совершают очень много жестоких поступков по отношению друг к другу, как личности, так и нации, государства. Потому что отношения в Кали-Югу, между живыми существами, у которых низкая природа, отношения, они не могут быть такими, чтобы приносили бы счастье. Причём каждый эгоист считает, что лично он достоин счастья, что перед ним стоящий не смог его понять, не смог его оценить, не смог дать ему то, чего он был достоин. И каждый эгоист, в свою очередь, он не оценивает, вообще не беспокоится тем, чтобы правильно ответить своему партнёру. То есть прямо в тот момент, когда он в чём-то упрекает кого-то, он сам занят тем же самым. И поэтому, да, конечно, мир наполняется жестокостью. Арии, они говорят, что эпоха безбожия, она заканчивается тем, что Верховный Господь выходит из своего терпения, он наполняется гневом по отношению ко всем тем безобразиям, которые творят жители эпохи безбожия. И, значит, он, соответственно, это делает, да, приходит верхом на лошади, калки-аватара называется, с мечом в руках и просто вырубает всё население кали-юги. И снова начинается золотая эпоха, то есть начинают рождаться благостные живые существа, которые полностью отречены от материального мира, которые умеют быть абсолютно сосредоточенными на духовных темах. И поэтому в Золотой век способом духовного развития является медитация. Почему медитация? Потому что это уже живые существа, которые способны думать только о духовном. Ну, понятно, что жители кали-юги, они не обладают такой природой, и поэтому к ним на помощь приходит бхакти-йога. Я в лекциях много говорю, надеюсь, что здесь сидят все те, кто на армянском языке лекции по Фейсбуку слушают. Я много говорю о том, что, ну, арицы, ария, они говорят, что 71 эпоху безбожия объявляется эпоха, где будет присутствовать религия. И мы как раз сейчас вот именно в это время живём. В это время живём, и поэтому сейчас на самом деле, если вы обратите внимание, вот я когда говорю эпоху безбожия, люди, они могут смотреть вокруг себя и сказать, какой я безбожий слушаю, церкви полны верующих христиан, мечети полны верующих мусульман, да, там, я не знаю, храмы полны, там, буддистов и, ну, этих, индуистов, так скажем, да, потому что там разнообразие есть, и да, это вот следствие того, что сейчас вот тот самый коридор, который обозначен. Очень интересно, что кто вообще этот коридор объявляет. То есть Господь, который, он является принципом справедливости, когда он смотрит на жителей Кали-юги, он входит в состояние гнева. И тогда в дело вмешивается Шима-тира-тарани, то есть женское начало, вмешивается эмоция. И Шима-тира-тарани, она предлагает Кришне отойти вот от этих настроений, да, и наполниться состраданием к жителям эпохи безбожия, протянуть им руку помощи. Но, конечно, не тем, которые заядлые атеисты или заядлые эгоисты, да, а именно тем, кто, несмотря на то, что это эпоха безбожия, всё-таки начинают искать истину. И как это, ну, я иногда думаю, что, может быть, именно поэтому как-то мужчины, они избегают того, чтобы приять путь Бхакти, потому что фактически путь Бхакти, он основан на женском начале, да. Мужчинам это не очень нравится. Итак, мы сегодня с вами празднуем явление в этом мире той, которая в Кали-югу уговорила Бога войти в состояние сострадания. Когда Бог входит в состояние сострадания, это получается Его воплощение, которое называется Господь Чайтанья, это Бог в настроении Шима-тира-тарани. И вот мы сегодня празднуем день явления того божества, которому мы обязаны тем, что сейчас тут сидим, воспеваем имена Бога и имеем возможность заниматься духовной практикой, имеем возможность развивать знания о душе, о Боге, о духовном мире. Если бы не она, это всё в Кали-югу было бы недоступно. Сегодня одна из моих учениц предложила мне для того, чтобы мы их с вами прочитали. Ну, честно говоря, мы так и не поняли, как называется сама книга. Ты понял, да, как называется сама книга? А, вот он сейчас скажет. Ну, чтоб я объявила, что за книга. Слава и игры Шима-тира-тарани, глава 18, она называется, Кришна доказывает верховное положение Ширатхи. Итак, это лишь одна из игр, которая произошла ближе к концу периода пауганды Шима-тира-тарани. Однажды, опьянённый любовью к Ратарани, Кришна сказал, «Суть всех методов поклонения – это поклонение тебе. Если кто-либо поклоняется мне и перед этим не выразил почтение тебе, то он не получит никакого плода такого поклонения. Ты есть моя энергия, дарующая блаженство. Ты испытываешь блаженство, доставляя удовольствие мне. Моё счастье – это твоё счастье. В тебе нет ни капли желания к собственному наслаждению. Кроме желания общения со мной и постоянного служения мне, у тебя нет других ожиданий от меня. Поэтому любой, кто будет следовать твоему процессу поклонения, будет очень дорог мне. И я буду считать его выше, чем многие йоги и тапасии. Ни одно живое существо не сможет достичь меня без твоего милостивого взгляда. Ко мне можно приблизиться лишь с помощью чистого преданного служения, коим ли является вся твоя деятельность. Тот, кто следует по твоим стопам, может не бояться Ямараджа. Он будет достоин служить мне в моей обители. Любой, кто желает служить мне и достичь в этом совершенства, должен сперва принять твое имя от истинного духовного учителя и повторять его чисто. Только лишь тогда он будет достоин служить мне. А если такая удачливая личность будет повторять имена Рата Кришна, она обретёт контроль надо мной. Ты главная среди всех Гопа Гана и даже выше, чем Яшота Мады. Итак, я обычно всегда говорю, что, я не знаю, как у вас, но я думаю, что это очень трепетный момент вообще обычно, когда о чём-то говорит сам Бог. То есть если мы вот так серьёзно осознаем, да, вот серьёзность этого момента, когда мы слушаем мнение самого Бога. То есть вот и тогда, на самом деле, если мы это остро чувствуем, что это не просто слова, которые кто-то написал, а это мнение самого Верховного Господа, да, вот тогда каждое слово, каждая запятая, каждая идея, каждое настроение, оно обретает очень такой специфичный вкус, такую специфичную серьёзность, да, где ты не можешь пренебречь ни одной из тех идей, которые прозвучали. Итак, что сказал Господь Чи Кришна? Значит, было сказано, первое, то с чего вообще ситуация началась. Ситуация началась с того, что Кришна смотрел на Радху, и он был объединён любовью к ней. И для нас, для тех, кто проходит пока что процесс, да, то есть в бхакти-йоге есть три состояния. Это состояние новичка, который ещё ни черта не понимает в бхакти, пришёл и пытается там что-то слушать, общаться с преданными, узнавать, что такое бхакти. Да, и он считается новичком до тех пор, пока не созреет к тому, чтобы принять практику, и в этой практике принять духовного учителя. Духовный учитель, он предназначен для того, чтобы развивать ученика, то есть передавать ему знания. И когда ученик, он принимает практику, принимает знания, да, он начинает расти и превращается в преданного среднего уровня. Вот на этом среднем уровне нам очень важно, чтобы мы понимали вообще, о чём идёт речь. Итак, Кришна, изначальный Господь, Он представляет собой принцип всеобщего наслаждения. Изначальный Господь, Он главная личность духовного мира. То есть, а что значит духовный мир? Духовный мир – это тот мир, который выглядит так, какими он хочет видеть Господь. И там живут живые существа, которые не мешают Богу реализовать своё намерение. И вот когда живые существа не мешают Богу, Бог создаёт мир, в котором все счастливы. За счёт чего это происходит? А это происходит за счёт того принципа, который из себя представляет всю мать Ратарани. Все говорят о том, все люди говорят о том, что духовный мир, он основан на любви. Словосочетание «беспримесная любовь» сейчас звучит, ну, она сейчас в устах очень многих людей, причём и людей, которые понимают смысл этого словосочетания, и людей, которые не понимают смысл этого словосочетания, людей, которые в это словосочетание вносят свой смысл. И очень часто люди, которые выдвигают идею всеобщей любви, вы можете видеть, что они берут какое-то такое начало, как будто если у меня есть чистая любовь, это значит, что передо мной стоит преступник, маньяк, я не знаю, деспот или кто, я его всё равно люблю. Я тебя всё равно люблю. Это абсолютная сентиментальность. Даже Иисус говорил, да, он говорил, что грех надо не любить. Просто он что говорил? Он говорил, не надо ненавидеть человека, надо ненавидеть в нём грех. То есть надо ненавидеть в нём его порочность. А что означает? Не надо ненавидеть его самого. Потому что он сам, он чистая душа. И вот мы всегда должны помнить, что мы все чистые души, которые почему-то решили вас, сейчас не будем туда углубляться, я ещё раз это объясняла, почему, которые они решили злоупотребить своей свободой и обратиться к своей отрицательной потенции. А что означает отрицательная потенция? Отрицательная потенция – это стремление, то есть не то, что стремление, это когда джива или живое существо, оно во главе всего ставит своё счастье. Сейчас Кришна смотрел на Шимати Ратарани, и он был опьянён любовью к ней. Кто такая Шимати Ратарани? И вот он сказал слова, которые объясняют основу его опьянения. Мы же понимаем, нет, что когда говорит Бог, это личность, которая, ну, если я скажу на современном языке, он умеет снимать рентген с души любой личности. Нет, и когда он смотрит в какой-то дживе в глаза, я уже не говорю о том, что он сидит в сердцах всех живых существ, если это означает, что он смотрит изнутри на само живое существо, да? А вот когда он смотрит в живое существо, он видит всё, что там есть. И когда он смотрит внутрь Шимати Ратарани, смотрите, мы же не можем, нет, сказать, что только Шимати Ратарани такая. Жители всего духовного мира, они направлены на то, чтобы наслаждался Господь. Или вот на эту самую беспримесную любовь, когда джива, она не поднимает вопросы своего эгоизма. Но на самом деле это не совсем так. Духовный мир, он тоже состоит из разных регионов. И в разных регионах живут живые существа с разными вкусами, с разными этими, с разной примесью и с разной процентовкой, если можно так сказать. Вот вы понимаете, да, о чем я говорю? С разной процентовкой того, насколько они заинтересованы в счастье Бога и насколько заинтересованы в его счастье. Чем меньше, чем меньше они заинтересованы в счастье Бога, они живут в тех регионах духовного мира, где Господь прячет свою личную жизнь. Эти миры называются в Айкунхе. На Айкунхе Господь, Он представлен вот так, Он и Его жена. Никто никогда не видит, что Нараяна обнимает Лакшми. У Господа там нет ни мамы, ни папы, ни братьев, ни друзей. Там есть Он, Его жена. И от обоих из них ожидается, что просто эти оба, и Бог, и Его супруга, обеспечивают блаженство живых существ. И поэтому они не демонстрируют, что у них есть личная жизнь. Кто такие те, кто живут во Вриндаве? Это ядро духовного мира. Кто живёт в этом мире? Там живёт тот, кто позволяет Богу быть сосредоточенным, кроме себя, ещё на ком-то. И кто позволяет Богу иметь личную жизнь. Что такое мир Айкунхи? Мир Айкунхи – это место, где Бог одинаково относится ко всем. Почему? Потому что там все Его слуги. И всё. Вот есть уважение к Нему, есть почитание к Его позиции. Господь обеспечивает их благополучную вечную жизнь. Они в этом счастливы. И они даже и не замечают, что у Господа жизни нет. Кто такие жители Вриндавы? Вот во Вриндаване живут его мама, его папа, их подруги, их друзья. Живут его друзья, его возлюбленные. И все они, вот то, что этот мир, он может состояться, это означает, что все они ему позволяют выбирать себе кого-то в общении. Вот смотрите, есть регионы, где, как я сказала, все слуги. То есть там никто не может высунуть нос. Там никто не может претендовать на то, что «А я хочу, чтобы Бог был моим другом». Если у него есть такое желание, он не житель Вайкутхи. Всё, марш, иди дальше. А во Вриндаване Кришна смеет выбирать друзей. Кришна смеет иметь мать. Он смеет иметь отца. И ни одно живое существо не завидует другому живому существу, его позиции. И поэтому Кришна спокойно, безоблачно, счастлив со своей матерью. У неё есть много подруг, которые любят Кришну больше, чем своих детей. Но они всё равно не завидуют нам Мишу. Никто никогда не думает о том, а почему Кришна – её сын, а не мой. Да? Понимаете, о чём идёт речь? И вот когда вот среди именно этих преданных Кришна смотрит в глаза Сима-цира-тарани, вот она максимально та, кто позволяет Кришне иметь выбор. Почему максимально? Сима-цира-тарани – она первое живое существо. Когда говорится, Бог сначала был один, когда Он захотел наслаждаться, Он сотворил разнообразие. Вот это разнообразие, первый шаг, который Он делает, Он из себя выводит Сима-цира-тарани. То есть свою внутреннюю потенцию к любви, да, выносит её. Говорится, что одной Сима-цира-тарани достаточно, чтобы Кришна не нуждался больше ни в ком. Да, то есть Сима-цира-тарани, она может быть для Кришны такой обаятельной, что погрузившись в отношения с Ней, Он может не испытывать больше желания общаться с какими бы то ни было другими живыми существами. Ашима-цира-тарани умеет так уйти в тень, чтобы способствовать тому, чтобы Кришна пришёл в себя от опьянения любви к ней и заметил бы ещё каких-то других живых существ. И именно этим, ну, все, кто вообще что-либо понимают в духовной жизни, всегда больше любят Радху, чем Кришну. Во Вриндаване, все жители Вриндавана, они друг другу говорят рате-рате. Это белые преданные приучили жителей Вриндавана говорить о Кришне. Они никогда не говорили о Кришне. Они всегда говорили рате-рате. Почему? Потому что они знают о Радхе вот то, что сейчас Кришна сказал. А что сказал Кришна? Кришна сказал. Он вообще вот насчёт разнообразия, Кришна говорит две очень интересные вещи, одинаковые по своему настроению. Первое – это то, что он сказал здесь, что если джива, она поклоняется мне, но перед этим она не поклонялась тебе, она не может достичь меня. Теперь давайте посмотрим, что это получается в смысловой нагрузке, о чём она. Кришна говорит. Я – принцип всеобщего наслаждения. На самом деле живые существа не могут быть счастливы, если среди них есть несчастные. Это самая глубокая философия, какая только может быть. Пока мы способствуем тому, чтобы рядом с нами были несчастные люди, эти несчастные люди, живые существа, они всегда завидуют тем, кто счастлив. И поэтому Кришна говорит, тот, кто хочет, то есть наслаждение, само счастье возможно только тогда, когда счастливы все. А тот, кто хочет добиться того, чтобы быть частью вот этой идеи, что он, как он живёт, как он общается, как он обращается с другими живыми существами, вот это всё он делает в этих рамках, чтобы счастлив был не только он, чтобы счастливы были ещё и другие живые существа. В духовном мире есть очень много живых существ, женщин, которые влюблены в Кришну. И Шримати Ратараги, она устраивает так, чтобы Кришна обратил внимание на всех из них. Вот чтобы он каждый отдельно пошёл, с каждой отдельно провёл бы ночь. Напоминаю, в духовном мире нет секса. Провёл бы ночь. Понимаете? То есть, чтобы состоялись вот эти конфиденциальные отношения. Какое там уголствие? Никто в обусловленном состоянии не может себе представить, какое это блаженство погрузить пальцы в волосы Кришну. Положить руку на его плечо. Посмотреть в его глаза. Чувствовать запах его тела. Ведь он устроен совершенно уникальным образом. В духовном мире все красивы. У всех совершенные вечные дела. Но всё равно, даже среди этого совершенства, когда живые существа смотрят на Кришну, они сходят с ума от того, какой он. Причём сходят с ума и его друзья, то есть и те, у кого в духовном мире мужское тело, и те, у кого женское. И отсюда мы понимаем, что речь идёт не о вожделении. И да, конечно. А Кришна вот это позволяет только тогда, когда кто-то находится с ним наедине. Никто не может погрузить свои пальцы в его волосы, когда рядом есть ещё кто-то. То есть когда Кришна позволяет какой-то дживе получить своё счастье, он это всегда делает в закрытом месте. В материальном мире он это делает ночью, в месте, которое называется Савакунч, где кусты, они так сформированы так, что там такое дупло получается. Но сейчас это очень убого выглядит. А пять тысяч лет тому назад природа была другой, она была не такой, как сейчас. И вот они заходят туда, и только тогда Кришна разрешает себя обнять, себя погладить, разрешает о чём-то поговорить с собой. Очень конфиденциально, что можно вот говорить вот так. И самая последняя психология дживы, она заключается именно в этом. Каждая джива, она нуждается вот в этом общении, когда есть она и есть перед ней стоящий, и в этот момент есть ощущение того, что для него существует только я, а для меня существует только он. и Кришна, он умеет вот этим обеспечивать живых существ. И теперь он что говорит? А когда он смотрит на Шриматира Тарани, он пьянеет от любви, потому что всеобщее счастье не может состояться, если в дживе есть эгонизм. А Шриматира Тарани, если вы внимательно слушали, она здесь описывалась именно как эта джива. Он сказал, в тебе вообще нету, вообще нигде в тебе нету мысли о том, а как ты будешь наслаждаться мной. Ты думаешь только о том, а как я буду наслаждаться тобой. Понимаете? И вот смысловой нагрузки – это вот это, что только полное отсутствие эгоизма в любви, причём обоюдное, обоюдное отсутствие эгоизма может позволить, чтобы состоялось счастье. Во всех остальных случаях счастье, оно мимолетное, не так, что его нету. Материальное счастье есть, потому что есть – это словосочетание. Материальное счастье. И значит, в материальном мире тоже есть счастье. Но оно заканчивается. Где? Вот там, где каждый вспоминает о своём эгоизме. Где заканчивается любовь? Где мы начинаем замечать, а он очки не так положил, как мне нравятся. А она ногти делает не так, как мне нравятся. Она готовит мне то, что я хочу. А он вообще не замечает, что я бы хотела, чтобы он мне подарил. Да, то есть мы начинаем сосредотачиваться на нашем удовлетворении. Вот вожделение, вожделение мы на самом деле тоже сосредоточены на себе. Но в этот момент, ну, мы обычно говорим, моча ударила в голову, да? Моча ударила в голову, мы ничего другого не замечаем. И тогда нам кажется, что мы объединились, что у нас там, я не знаю, вселенская любовь, что там мы такие совпадающие, что ужас вообще, дальше этого некуда, да? Сколько историй таких чувств погибли в быту. Вот быт просто сожрал всякую любовь. Что значит быт сожрал? Таши привычки сожрали. Да? Всё началось несовпадение. А счастье, оно возможно только тогда, когда мы сосредоточены вот как Сима-Тиратарами. И поэтому Кришна говорит, тот, кто не принял вот этот принцип, то есть тот, кто не поклоняется внутри себя вот этому принципу, научиться, научиться, когда любишь, думать о том, а как сделать счастливым того, кого ты любишь. Понимать, в чём он нуждается. Садва гуна – это как раз начало этого пути. Понимаете? Сейчас я туда не хочу ввязать. И поэтому Кришна выдвинул вот этот принцип, что каждый, что путь ко мне, то есть ко всеобщему счастью, лежит вот в этом менталитете, когда нет сосредоточенности. Потому что, когда у нас есть сосредоточенность на себе, мы не позволяем другому живому существу быть счастливыми. Смотрите, вот если, например, я свободен, да, вот от этого эгоизма, это что значит? Вот это значит, что когда я вижу другое живое существо счастливым, одно это делает меня счастливой. поэтому я не могу быть несчастной никогда, потому что я всегда могу обнаружить людей, которые счастливы. Вот смотрите, когда идёт эпоха безбожия, да, начинаются привычки. если кто-то там вдруг тебя увидел хорошо одетым, три раза плюнь через плечо, скажи, тву-тву-тву, сатан ячка, тени-да-ми-чили. Да? О чём речь? Потому что мы знаем, что каждый заточен на своём эгоизме. И когда ему плохо, он не может допустить, он не может радоваться, не то, что допустить, он не может радоваться тому, что кому-то хорошо. И никто не замечает, что если он научится радоваться тому, что кому-то хорошо, вот я говорю, радоваться тому, что кому-то хорошо, что в меня вошло? Радость. А что значит я эгоист? Кому-то хорошо, а мне от этого ещё хуже. Потому что я думаю, что я думаю, почему ему хорошо, а у меня страдания. И я начинаю становиться ещё несчастнее. Вот где кроется это. Поэтому Кришна сказал, тот, кто не поклоняется принципу, которому придерживаешься ты, тому нет пути ко мне. Понимаете? И давайте будем читать дальше. Сейчас посмотрим, что-то забежало куда-то. Когда Ратарани услышала эти слова, она рассмеялась и сказала следующее. Ты распутник, я не верю твоим словам. Яшамат и твоя мама. Как ты можешь говорить, что я выше её? Это по какой такой причине? Значит, Кришна сказал, что ты главная среди всех жителей Вриндавана, ты выше, чем даже Яшода. Яшода, она принцип радости. Она мама. То есть у Кришны есть мама, есть папа. Папа, Нандамарач, он принцип любви. А Яшода, она принцип радости. Кришна хочет показать, под влиянием каких, вот в какой среде вот этот принцип всеобщего наслаждения растёт. Вот растёт. Вот для того, чтобы этот принцип рос, мы должны этому принципу радоваться и этот принцип любить. Когда мы радуемся и любим, принцип всеобщего наслаждения, эгоизм, он автоматически улетает. И радость – это очень положительная эмоция, правда? Поэтому мама Яшода, она занимает очень важное положение в духовном мире, особенно во Вриндаване. Потому что она вот этот принцип радости. И они, все жители Вриндавана, они понимают, что когда она заботится о Кришне, счастье Кришны начинается, я очень извиняюсь, с её груди. Когда она кормит Кришну. Потому что кормит – это означает, что вот благодаря радости начинает расти создание Кришны, да? И поэтому Кришна сказал, ты даже выше, чем Яшода. И Ратана это не приняла, сказала, она твоя мама. Что значит мама? Она та, кто тебя кормит, поэтому ты можешь расти, да? И она та, которая конкретно о тебе заботится. Со мной ты просто наслаждаешься. Как я могу быть важнее её? Да? Кришна ответил, очень скоро ты увидишь причину тому, причину тому, даже несмотря на то, что она говорит, что ты её дочь, очень скоро она сама придёт и склонится к твоим стопам. И для того, чтобы доказать величие Шрибатера Тарани, Кришна проявил следующую игру. Вам интересно слышать? Однажды, чтобы повеселиться вместе, в Раджа-Гопи привели Рату и Кришну в один дом. Они получали большое наслаждение, когда Рата и Кришна проводили время вместе. Гопи пели и танцевали вместе с Кришной во дворе дома. Затем туда пришла Нишода и увидела Кришну, танцующего с Гопи. Она разозлилась на Ратаране и её саке. Она сказала, как вы можете себя вести подобным образом? Мой Гопау весь день пасёт коров. Он очень устает, ему нужен отдых. Вы же не даёте ему поспать и приводите его сюда, чтобы танцевать. Я знаю, что вы делаете это каждый день. Это никуда не годится, чтобы больше такого не было. Когда мы читаем десятую песню, то есть «Жизнь Кришны», там как раз всё так и описывается, что Кришна утром вставал, утро и вечер – это было время, когда он общался со своими родителями и их подружками, то есть со всеми теми, у кого родительские чувства к нему. Днём он пас коров со своими друзьями, и он играл с ними весь день в лесах Вриндавана. Он приходил домой. Матера Таране его мыла, одевала, кормила, укладывала спать. Он ждал, когда Яшода заснёт. И как только Яшода засыпала, он убегал снова в лес и всю ночь проводил с Гопой. И они там танцевали, пели, игрались, вот это всё. Я когда в первый раз вас слушала, я не сразу заметила. Я где-то со второго чтения заметила. Я говорю, слушай, подожди, а о чём здесь свечи вообще? А Кришна вообще когда отдыхал? И оказалось, что он никогда не спит. То есть он никогда. То это состояние самадхи на самом деле, там сна нету. То есть у него никогда нет процесса рестарта, он никогда не нуждается в том, чтобы войти в состояние самадхи. Он постоянно просто наслаждается, всё время в трезвом состоянии. И теперь мама Яшода пришла, и она заботится о нём. А для родителей, ну это их психология, нет, важно, чтобы ребёнок отдыхал. И она говорит, я знаю, вы безобразницы. Я знаю, что вы каждую ночь его уводите, танцуйки там устраиваете себе, не даёте ему спать, а он днём работает. Это у мамы Яшоды такая иллюзия. Потому что он на самом деле там ничего не делает. Он просто играется, они там прикрываются коровками и целый день играются. И так ситуация идёт дальше. Ратарани не проронила ни слова. Саки же сказали Яшода-бате, твой сын, гопал-пастух, он очень устал от того, что ходит по лесам и пасёт коров. И сейчас он спит в своей кровати. Кришна, этот Кришна не твой сын. Да, твоего сына зовут Кришна, но это не значит, что ни у кого другого в целом мире не может быть такого же имени. Вот пойди и посмотри у себя дома. Наверняка твой сын до сих пор лежит и спит там у себя в кровати. Эти слова Саки удивили маму Яшоды. Да, возможно, конечно, что есть другой мальчик по имени Кришна, но как может быть, чтобы он был так похож на него? И всё же она решила проверить слова Саки и пошла домой, чтобы посмотреть, там ли гопал. Когда Яшода-бате вернулась домой, то была удивлена, что слова Саки были верны. Её сын Кришна спокойно спал в кровати. Всё это повергло её в завершательство, но тем не менее она была счастлива увидеть своего сына в постели. Немедленно она пошла туда, где Саки танцевали с тем другим Кришной и сказала, «О, Саки, послушайте меня, где вы нашли такого Кришна, который в точности выглядит как мой сын?» Оба они одного возраста, у обоих одинаковые черты тела и всё остальное. Они ходят одинаково, говорят одинаково и ведут себя похоже. У них один и тот же цвет тела. Глядя на вашего Кришну, я чувствую тоже удовлетворение внутри себя. Я также чувствую сильную любовь к нему. Приходите к нам домой вместе со своим Кришной, и мы сравним их. Пусть они станцуют вместе. Я думаю, что всем понравится их танец. Пусть они подружатся, и после танца вы заберёте своего Кришну с собой, а мой останется у меня дома. Вот это вот как раз из этой оперы. что возможности, то есть как именно происходит счастье всех живых существ в духовном мире. Смотрите, вот, например, если меня любят три человека, вот все три, каждый из них, если, допустим, кто-то из них – это моя мама, кто-то из них – это мой ребёнок, кто-то из них – мой муж, кто-то из них – подруга, кто-то – ученик и так далее. Если они меня по-настоящему любят, вообще, когда человека по-настоящему любишь, ты хочешь, чтобы он всё время был рядом. Нет? И вот они все, если-то они по-настоящему меня любят, у меня проблема. Большая проблема. Потому что одновременно быть у них у всех я не могу. И это всегда значит, что кто-то один может быть в данный момент удовлетворён. Все остальные должны переживать разлуку, переживание, вот это всё, пока я освобожусь оттуда, пришу сюда. А это что означает? Что когда я нахожусь с мамой, там все остальные, потому что они всё время ждут, когда наконец это закончится, когда там её мама оставит её в покое, чтобы она пришла ко мне в гости. Когда я нахожусь в гостях у своего ребёнка, к примеру, в этот момент точно так же может к этому относиться та же самая мама, тот же самый муж. Сколько можно уделять время ребёнку? С этой проблемой в Кан-Югу встречаются все женщины, у которых новорождённый ребёнок, потому что до этого женщина своё материнское начало вымещала на мужа, а потом, когда появляется ребёнок, она разделяет и начинает к ребёнку относиться как мать, а мужа начинает требовать мужчину мужское поведение. А до этого было сёсю-пусю, погужий пирожок, да, я тебе носочки постираю, вот это всё. А тут есть кому стирать, а теперь нужен тот, кто носки приносит. И тогда мужчина, он оказывается в шоке. Ещё вчера мне вытирали попу, почему сегодня от меня требуют носки. И вот так это происходит всё время, то есть поэтому нельзя удовлетвориться, потому что ты один. Мы должны понять, что это один из самых главных принципов духовного мира. Возможности Верховного Господа, они безграничны. И да, в любой расе джива, она чувствует так, что Кришна принадлежит только ей. И поэтому вот теперь идёт ситуация, да, обычно мама Ешода спит, когда Кришна играет с гопи. Это сейчас Кришна устроил. Было же сказано, нет, Кришна сказал, вот это будет так, так, и Кришна реализовывает сейчас своё намерение. И поэтому он сделал так, чтобы мама проснулась, чтобы она увидела, чтобы она пришла туда, увидела, что он танцует. А эти, ну как вы видели, да, ну они, да, они дерзкие. Они мамы Ешоде сказали, ты в иллюзии, чё дело? Мы танцуем со своим Кришной. У тебя там свой Кришна. И вот этот Кришна, он там себе спит. Да? И мама Ешода, она оказалась в шоке, потому что она думала, что Кришна – это только её ребёнок. Мамы обычно не умеют делить своих детей ни с кем. И вот она предложила такой выход. Побуждаемая Кришной, Ратарани сказала, о, дорогая мать, ты хочешь, чтобы мы привели нашего Кришну к тебе домой? Но мы боимся этого. Что, если оба Кришны начнут танцевать вместе, и как мы тогда сможем понять, какой Кришна наш, а какой твой? Твой Кришна может поменяться местами с нашим. Да? Вот теперь, вот то, что говорит Шимати Ратарани, на самом деле, наполнено очень глубокого смысла. Я прошу прощения, вы понимаете, что мне с вами на эти темы говорить очень трудно. И поэтому, ну вот такое, в первом приближении, или чтобы общее настроение понять. Да? То есть, о чём идёт речь? Да? Смотрите, в духовном мире одно из очень важных компонентов всеобщего наслаждения является то, что Кришна делает так, чтобы не мешались и не смешивались настроения. Родительская раса или родительские отношения, они очень противоречат любовному. Это так даже в материальном мире, да? Смотрите, что означает родительская раса. Родительская раса, например, мать и сын, да, в данном случае, Кришна, он мальчик. Вот мать и сын. Что там предполагается? Мать, она постоянно относится к сыну так, что он ребёнок и нуждается в заботе. перешли в его личную жизнь. Он там кто? Он мужчина, на которого надеются. И поэтому, когда мать видит, что вот из того, кому она вытирает сопли, он вдруг превратился в того, кто защищает, она входит в раздрай. Это на санскрите это называется раса-баса, то есть противоречащие настроения. Да? И поэтому Ратарани сейчас говорит очень грамотную вещь. Он говорит, у нас есть свой Кришна, то есть в своих настроениях у тебя есть твой Кришна, но внешне они похожи. Если мы их приведём, а как мы потом отличим, где наш, а где твой? А нам нужен только наш. Потому что мы не готовы. Вот с тобой твой Кришна, он нуждается в том, чтобы кушать твою сисю, чтобы ты его купала, одевала, расчесывала, усыпляла. А мы, а нам это не нужно, нам это не интересно. У нас другой интерес с Кришной, у нас свой Кришна. Где мы танцуем, развлекаемся и веселимся. Это вообще не предполагает, что мы должны ему носик вытирать. Понимаете? Всё. Вот значит, мы на это не согласны. Мама Яшода засмеялась и сказала, даже если это и случится, то в чём проблема? Они же оба одинаковые по своим качествам и всему остальному. Ватарани сказала, нет, это неправильно. Твой Кришна никогда не сравнится с нашим по качествам. Твой сын это пастушок, который целыми днями пасёт в лесу коров. Он ничего не знает о любви. Наш же Кришна это несравненный, драгоценный камень среди всех наслаждающихся. Он Пурушаратна и Пурушоттама, то есть наивысший наслаждающийся. Его лотосным стопам поклоняются многие йоги, риши, муни, гьяни и дьяни. Наш Кришна убил многих великих демонов. Он даже проучил Брахму, творца этой вселенной. Тогда мама Яшода ответила, да это всё дело рук моего сына. И об этом известно всем в Раджавасе. Когда моему сыну было всего три дня отроду он убил демоницу Путану. Затем он убил Шакатасуру и Трениварту. Все знают, что это сделал Яшода Намдана, то есть мой сын. Намдан это означает сын. Ратарани сказала, вся эта дискуссия лишь только поссорит нас. Позже ты поймёшь у какого Кришны больше качеств. А пока что мы поставим метку на лоб нашему Кришне, чтобы их не перепутать. Сказав это, Ратарани нанесла отметку из сандаловой пасты на лоб Кришны. Эта круглая белая отметка на голубом лбу Кришны выглядела как луна, восходящая из-за голубых гор. Ратарани сказала, поняли, почему луну сейчас сразу вспомнили? Луна – это эмоция. Ратарани сказала, обращаясь ко всем Сакхи, вы все видели, что я нанесла Чандану на лоб моего Кришны. Теперь вам надо следить за нашим Кришной, чтобы он не потерялся. Затем Ратарани и все ее Саки вместе со своим Кришной пошли в дом Кишоди. Яшода пришла и увидела, что ее Кришна спит внутри дома. Она разбудила его и привела ко второму Кришне, чтобы они начали танцевать. Когда два этих Кришны начали танцевать вместе, то со стороны они выглядели как два сияющих неламани. Все вокруг с удивлением смотрели на этот танец. Никогда ранее они не видели ничего подобного. то есть сейчас они видят, что Кришна совмещает в себе все эти настроения. И да, те знают Кришну только возлюбленным, это знает Кришну только как своего ребенка, а теперь они видят, что вот они одно целое. Для них это удивительное явление. Вдруг неожиданно Яшодин Кришна вошел в тело Кришны, который пришел из копий и они стали одним целым. И на этом танец закончился. Ратарани и ее Сакхи собирались уходить вместе со своим Кришной, а мама Яшода нигде не могла найти своего сына. Она начала плакать. Где же мой Кришна? Куда он исчез? Это вы забрали моего Кришну? Немедленно верните мне моего сына! Ратарани сказала, где же мы найдем твоего Кришну? Только этот наш Кришна является нашей жизнью и душой, и он не твой сын. Вы же видите, что на лбу нашего Кришны есть знаки сандалов пасты, которые я нанес ранее. Мама Яшода сказала, это вы заставили их танцевать, это вы где-то спрятали моего Кришну, это все твои проделки, Рата, я знаю, что это твоих рук тела. Ватарани сказала, этот двор окружен стеной. Оба Кришна танцевали здесь, и сами мы никуда не выходили отсюда. Откуда нам знать, куда один из них ушел? Тогда Яшода дрожащим голосом сказала, у меня живут не пять и не семеро детей, у меня только один ребенок, он все наше богатство и счастье, он как посох для пожилого человека, Рата, мой жизненный воздух вот-вот покинет мое тело. Пожалуйста, верни мне моего Кришну и спаси мою жизнь. Я склоняюсь к твоим стопам. Верни мне моего Кришну. С сегодняшнего дня я стану твоей служанкой. Когда Кришна услышал эти слова Ешоду, он посмотрел на Ратарань и улыбнулся. Ратарань сказала, вы царица врача, вы старше меня, вы моя почтенная мама, зачем вы клоняетесь мне? Это большое оскорбление с моей стороны, допускать подобное. Ваши слова ранят меня. Мама и Твой Кришна вернулся. Как только мама Яшода услышала имя Кришна, она тут же очнулась и сказала, «Оси, мать, где мой Кришна?» Ратарани ответила, «Твой сын Кришна устал после танца с нашим Кришной. Поэтому он пошёл в спальню и там уснул на своей кровати». Яшода полностью поверила в слова Ратарани. Она тут же пошла в спальню к Кришне и увидела его там, спящим на кровати. Нандарани Яшона подняла своего сына с огромной любовью, обняла и целовала его снова и снова. Все саки затем разошлись по своим домам. Так Кришна отвертил величие, срена Типа Ратарани. Я надеюсь, что вам понравилось. Мне понравилось. Спасибо. 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 Продолжение следует...